Всем привет! На связи Мабу. Мабу это проект по разработке мобильных приложений. И в сегодняшнем подкасте мы поговорим о том, нужен ли английский язык мобильному разработчику. Да, конечно, вы можете часто видеть видео на ютубе или статьи в сети на тему, нужен ли английский язык программисту. Но программисты это довольно-таки широкое понятие. Программирование включает в себя различные профессии веб-разработку, разработку игр и разработку мобильных игр и разработку мобильных приложений. Мобильные приложения делятся под разработку iOS, под разработку Android, под кросс-платформенную разработку. Есть также Enterprise на Java, да, и везде своя специфика. Я не буду говорить о том, о чем я не знаю. Я сначала занимался разработкой сайтов, а потом перешел в разработку мобильных приложений. Именно про разработку мобильных приложений мы сегодня поговорим, а именно мы разберем, нужен ли английский язык мобильному разработчику. Возле этого вопроса есть много мифов, ну и также немало правды ходит в сети. Поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Если вы часто посмотрите видео на примерно такую тематику, то вы увидите примерно то, что половина транслирует такую точку зрения, что английский язык без него никуда, мотивируя это тем, что, во-первых, вы, когда будете программировать название переменных, все свои объекты будете именовать на английском языке. Плюс вы должны применять методы, шаблоны, они также прописаны на английском языке. Кроме того, вам будут говорить, что если вы хотите развиваться, вы должны потреблять контент, всю информацию на англоязычном пространстве. И как же вы будете читать, если вы не знаете английского? И в основном эти две причины для мотивации того и аргументации того, скажем, мнения, что без английского языка никуда. Но на самом деле не все так. Давайте разберем эти два подхода. Ну, во-первых, именование. Да, если вы даже английским никогда не занимались, но общие понятия, общие глаголы, общие названия слов у вас примерно есть. А те, которые нет, вы всегда можете открыть переводчик и посмотреть, как то или иное слово звучит на английском языке и правильно написать свою переменную. Например, если вы хотите... Допустим, у вас метод что-то возвращает, и вам нужно что-то возвратить этим методом, вернуть какой-то объект, и вы хотите узнать, как же, пока по-английски будет звучать, возвращение или отправка, вы всегда можете вбить это в Google Translate и посмотреть, как это все выглядит. Вы не столько много времени потратите. Нужен ли английский язык для того, чтобы правильно именовать свои объекты, переменные методы, и правильно понимать, что они обозначают? Нет, вы всегда можете перевести. Давайте посмотрим на вторую аргументацию такую, о том, что вы должны потреблять контент на англоязычном пространстве. Это так, особенно в мобильной разработке, русскоязычная информация по мобильной разработке, она слишком устаревшая, и все новое выходит всегда на английском языке, поэтому, да, нужно потреблять именно на английском языке. Но, вы, опять же, вам не обязательно знать английский язык, чтобы потреблять этот контент. Сейчас многие скажут, но это нужно копировать текст, вставлять его в Google Translate, переводить, разбирать. Но нет, все не так сложно. Вы можете, используя браузер Google Chrome, поставить специальное расширение, которое будет переводить вам каждый сайт. При заходе, в том случае, если вы заходите на сайт, он у вас на английском языке, у вас наверху адресная строка браузера появляется, значок Google Translate. Вы кликайте на него и выбираете перевести на русский язык. И вас за одну секунду, вам все переводят. Кроме того, как изучают статью, программист, неважно на каком языке она написана, текст, 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 код, 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 текст, 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 код, код, код. И смотря на код, программист уже понимает, это его случай или нет. Ну, уже, хотя бы у вас, когда есть один год опыта, тогда он понимает. Но пока нет одного года опыта, вы можете использовать этот Google Translate для перевода абсолютно любой статьи. Итак, как мы видим, основные аргументации тому, что без английского языка, в данном случае, мобильному разработчику не обойтись, оно, в принципе, неверно. И это заблуждение. Почему все школы советуют советуют и сразу использовать английский язык? Но, как часто, зачастую даже у них, как правило, заключен договор с какой-то английской школой, которая на них пиарит, то есть, со школой по изучению английского языка. И поэтому они транслируют это мнение. Некоторые просто, возможно, не знают о таких плагинах, о которых я рассказал, но многие скажут вам, а как же YouTube? Там нельзя так уж перевести. Но большинство видео современных, которые, а не современные, нам не нужны, потому что они устаревшие. Современные видео, которые выходят новые. То есть, обучающие уроки. Внизу, внизу есть кнопочка включить субтитры. Вы включаете субтитры, по шестеренке кликаете, выбираете перевести и выбираете русский язык. И у вас все автоматически переводится на русский язык. И вы можете потреблять видео. Но зачастую, программист использует для изучения какой-то материала. Очень редко используют видеоматериалы. Обычно это всегда статьи. Чем качественнее программистом он становится, тем больше он потребляет контент в виде статей. Потому что это быстрее, нежели видео. Это более удобно. Итак, мы выяснили, что для потребления материала, для изучения, для именования своих переменных, то есть написания кода, вам в принципе не нужен так английский язык, нужны такие минимальные основы, которые каждый знает с детства по фильмам, всегда знает. И поэтому мнение о том, что вам нужен английский язык для того, чтобы, во-первых, писать программу, писать код, нет, не нужен. Вам нужен английский язык, чтобы изучать новый материал, нет, не нужен. Все уже, нам все для этого уже разработано, и вам остается только использовать нужные плагины и все переводить. но для чего все-таки нужен английский язык? Он для чего тоже нужен программисту? Конечно, нужен. Он нужен в первую очередь для общения либо с клиентами, либо с партнерами, либо с работодателями, либо с заказчиками, либо с инвесторами, то есть с тем, с кем мы в принципе строим бизнес, либо как сотрудники, либо как собственники бизнеса. О чем я говорю, я сейчас расскажу поподробнее. Дело в том, что рынок мобильной разработки это на 90% рынок заработает с иностранными заказчиками, с иностранными партнерами. Это иностранный рынок, рассчитанный на иностранных клиентов, потому что, к сожалению, русскоязычный рынок не дорос до мобильных приложений. Ну, не дорос он до мобильных приложений. Здесь за разработку мобильных приложений предлагают копейки. Ваши русскоязычные пользователи будут очень редко вам за что-то платить, Ну потому что на русскоязычном пространстве не развита культура подписок за контент и благодарности за контент, об этом я говорил В другом своем видео, ссылочка на него будет в описании Ну и поэтому, хотите вы того или нет, вам придется работать на иностранный рынок И вот такая необходимость работы на иностранный рынок, она на самом деле, хорошо, что в принципе такая возможность есть и такая необходимость есть Потому что это открывает вам более широкие возможности, более широкие перспективы И тут уже вам нужен будет английский язык для того, чтобы общаться В первую очередь вам нужен разговорный английский язык К счастью сказать, что английский язык это международный язык, это язык бизнеса И очень многие разговаривают на английском языке И большинство из них разговаривают с ошибками И поэтому наверстать и начать разговаривать на английском, хотя бы для общего понимания, это довольно таки просто Поэтому вам нужно изучить именно разговорный английский язык Вы очень много видео можете найти о том, что 90% решается через переписку И все переговоры идут через переписку Да, возможно это так Но представляете, вы знаете превосходно письменный английский Но вы там по правилам все пишите просто замечательно Но ничего сказать не можете Это будет не очень хорошо А вот если вы хорошо разговариваете, но так себе с грамматикой Вы всегда можете воспользоваться специальными сервисами, которые могут подправить вашу грамматику Ну и всегда именно смотреть в сторону именно общения с партнером Потому что по письму не всегда понятно, что, как А по разговору всегда проще расположить к себе собеседника Будь то ваш клиент, партнер или работодатель Поэтому в первую очередь изучаем разговорный английский Наверстываем разговорный английский И нужен ли английский мобильному разработчику Он нужен, но для общения с клиентами С партнерами, с работодателями, с заказчиками Именно для общения, для того, чтобы строить бизнес Именно на иностранной платформе И всегда, очень часто я слышу, что не стоит идти в программирование Если не знаешь английский Изучай сначала английский, потом изучай мобильную разработку Но это неправильно Но это вообще глупость Просто ужасная глупость Изучайте программирование Изучайте мобильную разработку И параллельно изучайте английский язык На разговорном уровне Именно на разговорном уровне Благо есть для этого все возможности Вот вы задумались изучать Android разработку Начните изучать Android разработку и параллельно изучайте английский язык. Кроме того, вы должны понимать, что для того, чтобы вам найти либо клиента, либо партнеров, либо рассказать о своем приложении, так как ваши клиенты, ваши пользователи иностранцы, вам нужно будет создавать соцсети на иностранном языке. Лучший способ преподнести и рассказать о своем приложении, это либо TikTok, либо YouTube. То есть вам нужно создавать иностранно-язычные YouTube платформы. Именно для этого вам понадобится английский язык, для того, чтобы именно рассказывать о своем продукте на англоязычное пространство. И поэтому вам нужен именно разговорный английский. Тоже пусть с ошибками, пусть как, ну пусть он будет разговорный. И опять же, вам нужен будет английский язык. Итак, давайте подведем итог этого подкаста. Нужен ли вам английский язык? Нужен, но в первую очередь исключительно для общения с клиентами, партнерами, заказчиками, работодателем, а также для того, чтобы пропиарить себя как качественного сотрудника, качественного специалиста, качественного профессионала на весь мир, то есть на англоязычный рынок. Плюс английский язык даст вам большие возможности для переезда в другую страну и работать на иностранного заказчика. Вот именно в этом контексте вам нужен английский язык. Но давайте рассмотрим другую ситуацию. Вы знаете английский язык, другой знает английский язык. Кого выберут? А представьте себе, если в данном проекте вы работаете на, скажем так, французскую компанию, которая находится, пусть скажем, в Париже, и заказчик француз. И есть выбор из трех программистов. Двое знают английский, а третий знает французский. И представьте себе, какое будет удивление заказчика, если ему компания на его проект, на проект французского заказчика, назначит человека со знанием его родного французского языка, который может поговорить с ним на родном языке. Представьте себе, и из этих трех кандидатов, если будут фильтровать по знанию иностранного языка, выберут тот, кто знает французский, а не английский. Поэтому тут двоякая ситуация. С одной стороны, конечно, обязательно must have знать английский язык, если вы работаете на иностранный рынок. Но если вы знаете какой-то редкий язык, более редкий, чем английский, и у вас так сложилось, что у вас заказчик или работодатель из той страны языком, которым вы владеете, то выберут обязательно вас. И так, еще раз подводим итог. Нужен ли английский язык? Нужен исключительно для общения. А все остальное это вторичное. Нужен для общения и продвижения. А все остальное это вторичное. Вторичное для именования объектов и написания кода. И вторичное, когда английский язык нужен для изучения нового материала. Хотя, очень сильно поможет и ускорит, но не сильно, существенно ускорит и поможет. А так, конечно же, изучать английский язык, он нужен, но для общения. На сегодня у меня все. Вот такой вот у нас подкаст, вторая серия подкаста получилась. С вами был обучающий проект Mabu. До встречи на следующих подкастах.